всем привет ребят сегодня нам поставили обновление давайте посмотрим что интересного нам сегодня завезли так давайте начнем по традиции с обновления шопа заходим на винг и здесь нам добавили ивент сундук жемчуга на месяц то есть каждый месяц вы можете купить 2500 жемчуга за коины 2500 коинов это стоит плюс получите 1000 миль еще 125 жемчуга и в дать ко всему к этому еще получить набор благословления убывающей луны три дня есть прям благословение к морсиво и свиток убывающей луны на три дня все если вы купите такой же набор за 5 тыжем что готов все эти свитки будут по 7 дней плем благословение камас тиво и свиток убывающего мы будут по 7 дней также 3 тысячи миль или 350 джемчуга ну вот-ка вот добавили небольшую плюшку потому что и так есть в продаже набор пробуждения страж новый костюмчик довольно так прикольненько выглядит на страже ну хоть что-то новенькое также в придачу получаем прием на 30 дней камасильва 15 дней и свиток убывающей луны 7 дней но в придачу еще кровь элион дальше у нас полный набор костюмов стража здесь у нас идет полный комплект и никстры и этом у нас идет классический комплект маборус также еще на 7 дней свиток убывающей луны набор мастера украшения здесь нам дадут питомца нового вот такой вот не понять кто кот лев собака больше на мопс на кого-то похож придачу дадут 10 смен навыка транспорта и 10 свитков опыта транспорта набор все для феи это нам добавили сегодня вот новый итем для феи это чтобы реролить скиллы здесь идет один вот этот итем энергия королевы феи это чтобы полностью реролить фею то есть вы юзаете этот итем и у вас фея становится нулевого уровня вы сможете опять заново прокачать и скиллы там ну что получится дальше 15 цветочного меда и фея с яркими крыльями на хрена нужна здесь вообще в этом наборе непонятно набор памяти мастера 20 памяти мастера доступно один раз на семью 408 жемчуга вот он костюмчик страж и никстра отдельно 1760 жемчуга костюмчик два цветка удачи палитра мираба один день но все как обычно вот она сама эта итемка сфера тэй в чем прикол допустим если мне зареролить скилл на феи то мне нужно таких итемок 4 почему покажу потом попозже а ну здесь в принципе написано количество необходимых предметов если имеется один навык одна штука если два у вас навыка у феи то две штуки если три навыка три штуки если четыре навыка четыре штуки как это работает вообще там как бы выбирается скилл и можно заработать один это получается мне чтобы если у меня фея четвертого грейда не чтобы рерольнуть и один скилл мне нужно потратить 600 жемчуг да ну вас нахер также отдельно продается вот это вот х т т т т т у них это короче здесь уже он имеет разные внешние виды такой вот может быть это т т т т как по мне какой-то мопс недомопс с крылышками перемопс короче не знаю нежка такая не на не нравится меня также продается набор благословение убывающей луны здесь у нас идут три предмета прем на 30 дней комасильва 30 дней и свиток убывающей луны на 30 дней тысячу жемчуга в принципе это бы цена неплохо если вы так все это покупаете с шопа то в принципе неплохо потому что комасильва и свиток убывающей луны сами по себе стоят по 900 рублей на 30 дней так вы получите еще в придачу прем так получаете комасильва там либо что-то из этого можно сказать на халяву также пустынка и энд на страже ну пустынка как-то ну в принципе да а как и на всех персах не знаю мне как-то энд побольше нравится но я провожу больше времени в пустыне чем где-то там на суше и для моего персонажа ну такое себе также билишка подвезли на стражу центирует внимание на плоской попе скидка у нас на энергию королевы феи 20 процентов скидка на цветочный мед также до сих пор продаются расширение слотов инвентаря также со скидками кто еще не затаривался покупать вот такие вот у нас обновления в шопе скажем так есть что интересного по поводу феи заходим сюда фею нажимаем навык и здесь у вас меняется скилл феи допустим выбираем бодрость нам говорят изменение навык необходимо 4 штуки то есть мне нужно 4 чтобы изменить мою бодрость четвертую на какой-то скилл причем это скилл может взять либо выше уровнем либо вообще кто-то возьмет рандомный как-то так ну такое себе за 600 рублей если кто-то уже ролил себе эти скиллы напишите в комментариях как она вообще это работает что из этого получается так себе за 600 рублей допустим я получу какой-то рандомный скилл который мне на хрен не нужен либо получу допустим по ним понизится great уже реально может быть ну такой себе вот так вот риолицы феи так идем дальше ребят по ивентам давайте сразу посмотрим что у нас по ивентам а декором здесь останемся дальше у нас идет сила и никса это у нас на спотах как вот сейчас появляется в данный момент он до который нам дает опыт навыков сейчас будет появляться у нас семья и никса подойдя к которому и взаимодействовав мы если мы на страже находимся то страж получит боевой по 200 процентов опыт навыков 50 и шанс получения трофеев 10 процентов если любым другим персонажем вы к этому семья не подойдете получите опыт боевой 100 опыт навыков 30 процентов а шанс получения трофеев также останется 10 процентов исчезает это семья через 30 минут после его появления длится эффект 180 минут то есть три часа также как и баф от рыцаря который появляется у нас сюда и дает нам баф на навыки сладкий аромат шоколада теперь на спотах у нас будет падать и темп к ивент какао эту и темп к мы соединяем с водой для готовки через эльку кулинария сахар одна штука и у вас получается шоколадка 10 штук какао надо получить шоколадку не шанс получения знаний 7 процентов знание высокого уровня 3 процента получения очков опыта силы и время действия 30 минут без зарядки 30 минут также будут падать теперь при рыбалке давай рыбачить будут падать бутылки три видов один вид бутылок будет падать в них будут и темпки от 100 тысяч до двух с половиной миллионов стоимостью второй вид бутылочки нас таким синим бантиком будет в них будут если вы заюзать там будет квест за который вы получите опыт влияния от 300 до 800 опыта влияния и также с красным бантиком бутылочки будут ловиться там будут просто свитки боссов красного носа хируто и тума краб сладкоежка и брошенный бес всадник убив этих боссов получить две печеньки боссы легкий в том году этого это уже все было и в том году и позатом году ничего там сложного нету и также каждый день за час проведенного времени в игре вы получите ивент сладкое письмо получите вы его в достижениях и отправив этот щелкнув по этому письму пкмом у вас откроется окошко взаимодействия в котором надо будет вписать имя персонажа допустим да вовчик ну к примеру да вписываете и нажимаете отправить это письмо улетает к примеру мне либо там кому вы хотите отправить и когда она приходит ко мне на почту я получаю эту это письмо также открываю его получаю взамен сердечко такой коробочка в котором лежит награда там от скажем так самое крутое угарного снова падать вот всякие банки и шоколадки и всякая прочая дичь и письмо такое же которое вы можете отправить обратно то есть вы отправляете это письмо вам в ответ при прилетает точно такое же письмо в котором вы откроете получите подарочек в котором будут эти плюшки как бы ничего сложного это опять же уже у нас в том году был так что же нам там падает сундук с оружием к за арки но это очень редко жилиограф сборник валкс в 15-20 либерты заостренные куски забродившийся вот чаще всего насколько помню там будет падать забродивший сок пинта это сок который можно после 30 левела выпить и у вас поднимутся параметры силы здоровья тонус то есть можно поднимать таким образом там сладкий сок пинта забродивший сок пинта и свежий сок пинта то есть на здоровье а тонус и сил каждый из соков но их очень много надо съесть что после 30 уровня поднять себе данный параметр идем дальше пробуждение стража ивент священного огня но это если вы прокачаете до 61 левела своего стража либо он у вас уже прокачан если прокачан заходите на стража и в достижениях получаете за 58 уровень золотой слиток 100 грамм одна штука это 10 миллионов слиток обрывки воспоминаний 5 штук свиток удачи 60 минут 5 штук за 59 левел получите золотой слиток 100 грамм 2 штуки протест валкса 5 штук и свиток боевого опыта 5 штук 60 левел свиток очков навыков 5 штук память мастера 5 штук и золотых слитков по 100 грамм 3 штук и за 61 получить и золотой слиток 100 грамм 4 штуки благословения кама сильва на 7 дней Послание с благословением на 100 минут 5 штук. Это свитки под 200% боевого опыта. И совет Валкса на 50 фейлов 1 штука. Если кто-то прокачал, просто заходите на стражах. В достижениях получаете эти все плюшки. Если не прокачали, прокачиваем и получаем. Это до 26 февраля. Так что дерзайте. Также ивент с шоколадками тоже до 26 числа у нас продолжается. Так что дарите свои письма. Получайте в ответ ответное письмо. В котором получите коробочку с плюшками. Ну и также шоколадки. Очень такая неплохая штука. Когда вы фармите каких-то мобов. Либо получаете знания с каких-то камнекрабов. Да без разницы с кого там животных. Вам нужно на эску получить. Юзайте шоколадку. Ешьте еще пару каких-нибудь зелок. Они стакают со всеми зельями, обедами на знания. С питомцами. То есть это очень легкий способ получить все знания. На эску побегать, поизучать мобов. Если вы хотите получить 8 тысяч очков знаний. Чтобы получить плюс 20 процентов к дробу. Вот такая вот приколюшка. Аксессуары Сирмин. Это сейчас покажу как выглядит в натуре. Скажем так. На свере появился пуля. Она здесь стоит. Напротив кладовщика. Это куда мы недавно жерелки создавали. По прошлому ивенту. Сейчас на том же самом месте. Может тот самый типуля и появился. Это вот у него есть задание. То есть берете задание. Задание у него допустим синеватое кольцо на 3. Синеватые серьги там допустим ожерелье. Поезд там и так далее. Золотистое кольцо там первого. Первой заточки. Второй там. Надо вот это вот. Берете квест и отдаете вот что-то из этого. И получаете то что сейчас вам покажу. Вот допустим давайте я возьму еще один КВ. У меня два уже взяты. На первое кольцо второе и третье. Заходим в диалог. И вам предлагают отдать. То есть можно отдать вот кольца красного песка. Это которые получаем за прохождение цепочек валенсийских. Можно отдать серьги которые за камасилю проходите. Можно отдать асулу. Сережки, кольца без разницы. Там на один, два, три заточки. Ну вот у меня есть такое колечко на один. Асулу на два. И вот асулу на три. Просто отдаю их. И получаю свитки. Так. Ну как пишется. Куда-то зашел уже. Вот такой вот свиток. Свиток удачи в бывающей луне. Эффект получения трофеев плюс 20%. Ставка с свитками удачи. Так что если вы фармите. Можно затариться вот этими свитками. Единственное имейте ввиду то что эти свитки. После получения действительны 30 дней. То есть через 30 дней они протухнут. И все. Вот здесь видите. Пошел таймер у меня. 29 дней. 23 часа. А вот у меня третий свиток. Единственное что плохо. Они не стакаются в один слот. А занимают разные слоты. То есть придется брать с собой и таскать разные вот эти вот цветочки. Что довольно таки не очень то удобно. Если вы фармите на персии. У вас попадает много лута. И будет занимать лишнее место у вас эти свитки. Так идем дальше. По ивентам у нас все. Давайте посмотрим что же нам вообще завезли в этом обновлении. Размер патча 411 мегабайт. По квестам мы прошлись. По ивентам пробежались. Прям посмотрели. Ну основное у нас обновление это пробуждение стража. Опять же кто не знает где брать кв. Просто заходите к тучке. Задание. И вот здесь во второй вкладке у вас будет задание. У меня вот здесь наследие. У вас будет пробуждение стража называться. Берете этот кв. И бегаете. Там квест отличается от остальных пробуждений. Там надо будет. Прибегаете в одно место. Вас отправляют бить в мертвый. Прибегаете в другое. Вас отправляют бить с хааса орудия. Потом прибегаете в третье место. Вас отправляют бить таша. Прибегаете. Собираете пробуду. Ну и как обычно. Показываете какие вы классные в пробуде. Вам дают плюшки. Дают пробуду зеленую на 10 заточенную. Синюю нулевую. И все. Бежим и делаем все что вам угодно сделать. Смотрим дальше. Основное обновление улучшения навыков варвара. То есть апнули варвара в пробуде. И немножко там поднерфили в традициях. Усовершенствованы лица кунаичи и ниндзя. Изменен теплица под номером 4. Теперь данный теплица будет установлен по умолчанию. То есть ниндзя и кунаичи теперь будут с одинаковыми рожами. За это нам прислали в почту. Вот здесь у нас компенсацию. Изменение внешности один раз. То есть можете изменить своих ниндзи и кунаичи обратно такими, какие они вам нужны. Наивысший уровень, при котором возможен сброс всех навыков, был изменен с 55 на 56. В связи с вышеуказанными изменениями были изменены условия применения предмета сфера Армстронга. И уровень в описании предмета был изменен на 57. То есть теперь до 56 уровня. Вы можете сбросить свои скиллы, поменять их на другие. Или вообще просто тупо сбросить их и потом взять другие скиллы. Как-то так. То есть до 56, я так понимаю. Теперь на 56 можно скидывать скиллы. Все персонажи понерфили лучницу. Теперь комбо ветер смерти. Раньше было х5, у нее максимум 6 ударов. Теперь х3, максимум 6 ударов. И комбо летящее перо. Урон летящее перо. Х5, максимум 4 удара. Теперь х4, максимум 4 удара. И также теперь время перезарядки навыков. Мощь выстрел ветра 1, 2, 3. Составляет 7, 6, 5 секунд соответственно. К урону заряда навыка. Мощь выстрел ветра. Будет применяться в уменьшении урона в пвп. Поднерфили колдунью. Поднерфили ниндзю. Мощь крутящая лезвия. Первая, вторая, третья степень. Для каждого уровня. Раньше было 20, 25 и 30. Процентов меткости. Теперь будет для всех уровней 5%. Как-то так вот. Для стражи какие-то изменения несущественные. Ну и по предметам. Теперь ко всем инструментам маноса. Можно применить камень печати. То есть запечатать инструменты маноса. Чтобы они у нас меньше ломались. И надо было реже их чинить. Бегать если у вас нет палатки. Это очень напряжно. Они ломаются очень быстро. Я уже знаю по себе. То есть мне допустим за 500 энергии. Надо было восстанавливать этот серп маноса. К примеру там или тисак маноса. Там раза 4-3. Если запечатать. Ну может быть один раз надо будет сбегать его восстановить. Так же по этемке. Рассказывал уже сфера Тей. Что она делает. Показывал где и как и что. Монстры урон применяемый к транспорту. К кораблям, пушкам. При охоте на босса гильдии Хана. В водах острова Акилла. Был повышен на 670%. Теперь при нахождении около острова Ока Акилла. Во время призыва Хана. Повышенный урон будет применяться. Не только к членам гильдии. Призвавших данного босса. Но и к обычным игрокам. Поэтому во время охоты на Хана. Желательно покинуть Ока Акилла. Теперь кристаллический снаряд. Получаемый после уничтожения кристаллических морских водорослей. Может получить только игрок. Нанесший больший урон. Вероятность получения предметов частицы земли. В лесу Маншару. Или Суланарасов. Снижена на 50%. И так же теперь предмет. Ценный Малахит. Стойкость. Невозможно получить при охоте на монстров. В окрестностях звездной гробницы. На окраине селения красных волков. Добавлено дополнительное количество монстров. И исправлено ошибка. Из-за которой пугливого оленя с большими рогами. В зоне прицельной охоты. Боленоса можно было уничтожить за один выстрел. Вне зависимости от того в какую часть игрок целился. Добавлен КВ. В разломе дикари на 200 энергии. То есть заходите, выполняете квест. За это получаете 200 энергии. Это для собирателей больше подходит. Кто сбором допустим занимается. Закончилась энергия. Сходили в разлом. Прошли. Получили свиток на 200 энергии. Ну там не свиток. Там сразу задание завершаешь. Получаешь 200 энергии. Вот как-то так. Так что у нас монстров, появляющихся в разломе дикари. Нелегко победить обычными атаками. Лучше всего использовать фитильное ружье или огненную пушку. Которую можно приобрести в разломе. Но это мы и так знаем. Интерфейс. Теперь добавили у нас как бы интерфейс в домиках. Давайте посмотрим. Забегу в свой дом. Здесь Вели. Покажу как это изменилось. К себе хоть идут. Зайду куда-нибудь. Воу как темнота у меня. Вот изменился интерфейс. Нажимаем режим установки. И теперь у нас вот здесь. Здесь повернуть камеру. Как нам угодно. Развернуть как удобненько. Можно под 45 градусов поворачивать. Удобная такая фишка. И у нас отображается вот здесь то, что у нас есть. Здесь то, что мы можем приобрести в шопе. К себе поставить в дом. Просто кликнуть на него. На этот предмет. У нас откроется шоп и купить. У нас здесь та же корзина. Забрать все. На клацере. На чего-нибудь. Забрать все. Купить все. И все. Вот так вот удобным я считаю образом. Изменился интерфейс. Раньше как-то не знаю. Неудобно было все это. Причем можно опять же разделять. По интерьерам. Там комодики, шторы. Или допустим вот у меня тут плиты алхимические стоят. Да. Есть которые установить. Есть которые забрать. Это довольно таки удобно. Так и что это за комод? Купил типа что-нибудь. И вот теперь можно нажать купить. И все. И он купится. Нажимаем сбросить. Оно убирается. Как бы удобная такая приколюшка. Вот так вот в доме теперь. Это все. Ой, ой, ой. Горничных-то сколько убираются. Что-то делают. Смотри. Смотрим дальше. Теперь при нажатии ПКМ на иконку следующих предметов будет открываться окно информации о фее. Это энергия королевы феи. Медовой виски. Цветочные виски. И сфера Тей. Также максимальный уровень получения опыта на серверах Оливии был повышен следующим образом. Раньше можно было получить только 58 уровень и добить его до 99%. То есть 59 вы не получите. Теперь можно получить 60 уровней и добить его почти до 61. Там без 1%. И 61 вы опять же не получите. Опять сделали так, что теперь активация режима ПВП на серверах Оливии будет отображаться сообщение о том, что активация данного режима невозможна. То есть ПВП на Оливии теперь нет. То есть все, теперь папки-нагибаторы, которые там отдохнули месяцок, пришли на Оливию. И теперь им не понагибать там никого. Как бы нету теперь этого. Вот как-то так. Обломчик. Ну и в завершении с правильной ошибкой, за которой питомец, к которому был применен внешний вид королевского сокола третьего или четвертого ранга мог сидеть на плече персонажа. Ну и еще напоследок, так не знаю, может кому-то понравится, а может кому-то нет. Теперь за уничтожение любого корабля в море в ПК, будь это плот, либо галеон, там корвет, фрегат, без разницы, будет сниматься 200 тысяч кармы. То есть минус 200 тысяч кармы за любой корабль, уничтоженный на море. Вот такие обновления нам подвезли на этой неделе. Не знаю, хорошие или нет. Ну пробуждение стражи однозначно, плюшки всякие, ну и подарочки. Опять же тоже неплохо. Если кто-то захочет отправить нам подарок, отправлять можете вот на это имя, Вовчик, за место Ч четверка. Все, с большой буквы, естественно. Можете отправлять на это имя, 100% отправим обратно ваше сладкое письмо. На этом все, ребят. Кому понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал, заходим на наши стримчики, которые проходят практически каждый день по вечерам. На этом все, всем счастливенько, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok